Не будь под ударом! Под таким девизом в 2019-м проходит Всемирный день борьбы с инсультом. Более одного миллиона россиян перенесли это заболевание. Из них только 25% смогли вернуться к работе, а 30% нуждаются в особом уходе. Что провоцирует инсульты и как отразить удар в нашем сюжете? В этом году на работе мне вдруг стало нехорошо. Коллеги вызвали скорую. Оказалось, инсульт. Но так как помощь была оказана своевременно, сейчас все хорошо. Стараюсь внимательнее следить за своим состоянием организма. От 3 до 6 часов длится терапевтическое окно. За это время при инсульте негативные изменения в мозге можно предотвратить. Здорового образа жизни Григорий Петрович придерживался с молоду. Увлекался футболом, алкоголем не злоупотреблял, правильно питался. Но от инсульта никто не застрахован. Хотя наследственная предрасположенность крайне важна. В половине случаев, как правило, даже больше виной является именно артериальная гипертензия, которая, как правило, больным не замечалась, игнорировалась. Или же лечение было подобрано не совсем адекватно. А также, конечно, сахарный диабет, мерцательная аритмия. Независимо от причин возникновения, инсульт – это патологическое изменение кровообращения в головном мозге. Речь о поражениях неврологического характера. Носик. У вас уже тянет в сторону. И назад, и в сторону. Пациентов доставляют на каталке в смотровую. Здесь дежурит невролог. Он берет клинический анализ крови, делает голограмму и направляет на КТ. В Люберецком сосудистом центре помощь оказывают 365 дней в году. Чаще всего отделение переполнено. Заполнено отделение на 100 и на 130 процентов. Бывают такие осенне-весенние периоды неблагоприятные, 150 и выше. Потому что, конечно, отказывать больным мы не имеем права. Массаж, физиотерапия, лечебная физкультура и глоукалывание – такая комплексная терапия помогает пациентам справиться с недугом. Начнем занятие? Начнем. Так, давайте. Начнем с самого простейшего. Руки вниз опустили, да? И поехали. Плечи подняли вверх. А не менее или асимметрия лица – невнятная речь, нечеткое произношение слов, нарушение зрения. Если появились такие симптомы, нужно как можно скорее обратиться к врачу. А чтобы уменьшить риск возникновения инсульта, чаще бывайте на свежем воздухе, больше отдыхайте, не нервничайте и занимайтесь спортом.